Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига Самураев 2 звезды, сейчас посмотрим ребят сбросили меня или нет. Сбросили конечно же и сбросили до Лиги Самураев 1 звезда. Щеглоза да и ты посмотри на них а, сбрасывают они меня еще вздували. Так, ребят, естественно, сразу же в поединок, я интересно, хочу посмотреть на автобои, мы справимся, у нас 56 уровни, у него 37, если что пойдет не так, я сразу переключаюсь на ручной режим и буду им... Вот нафиг ты, Майки, вот это сейчас сделал, вот кому ты вот сейчас сделал, какие дебаф ты снял с себя, ну не дуралели, я не знаю, прям слов нет у меня. Так, Рафаэль крутой, ну здесь он быстро Мундагек распетрушил, а вот так, хиляет. Слушай, да мы их сделаем, судя по тому, как они промахиваются, кейс разбегается, на-на-на, он ее замедлил, Рафаэль добил, Лео делает твой пендреж, пол хп отнимает, но надеюсь Майки добьет. Красавчик. Слушай, ну пока на автобои моя команда очень даже неплохо разбирается, что не может не радовать на самом деле. Так, и мы продолжаем, ребята, продолжаем. 14-17, хорошо. Я не буду... О, вот здесь уже 42 уровня, ребят, поэтому... Ну, давай вот так вот сделаем. Не то, чтобы я боюсь. Просто мне интересно посмотреть на действия бота. Сам бы я их тут всех бы давно-давно, ребят, распетрушил. Поверь мне. Короче, вчера, друзья мои, установил... Ну, Бравл Старс я говорил, да, что я поставил. Зашел, размялся. Размялся в плане того, что сделал пару каток. Ну, как пару каток? Каток... Не знаю, короче, я играл час. Может, даже полтора играл. Думал стримить, начать, но так как было поздно, 2 часа ночи. Просто поиграл, размялся. Так что, наверное, ближайшие видосики будут, ребят, по Бравл Старс. Я не знаю, как вы на это смотрите. Пишите об этом в комментариях. И установил Clash Royale. Я думаю, что многие помнят. Я в нее когда-то играл. Причем довольно неплохо у меня получалось. Но я тебе скажу, что... Тоже я поиграл где-то в нее часок. И получилось так, что... Кстати, очень много наград там получил. Так как меня поздравили с возвращением. Надавали разных плюшек. Там, кстати, очень много чего изменилось в этой игре. Вот. Не знаю по поводу баланса. Меняли, не меняли. Ребаланс и там подобное. Но, в общем, там получилось как? 50 на 50. Если честно, вот я свои поединки расцениваю именно так. Потому что... Где-то я наказывал врага. Где-то меня. Причем для себя увидел, можно так, наверное, назвать новые механики. Потому что я играл определенными картами. У меня эти деки были сохранены. И я решил ими продолжить. Ну, я не скажу, что они прям фуфло стали. Но, тем не менее, как-то... Как-то, ну, слабовато. Очень много у меня крупных там персонажей, дорогостоящих. И, как я посмотрел, враги берут себе колоды практически на все. Чтобы у них была и наземная, и воздушная защита. И бросают бочку к моей базе. В общем, надо будет пересматривать все. Я думаю, мы вместе поиграем, вместе посмотрим, вместе оценим. Если кто играет, может быть, даст какой-нибудь дельный совет. Посмотрит на мои колоды, на мои деки. И, может быть, что-нибудь посоветует, так скажем. Но это, ребята, будет уже, наверное... Начнем, наверное, с длинного выходного. Потому что сегодня у меня первая в ночь смена. Вот я сейчас иду уже через 20 минут. И до работы решил вот поиграть в черепашки-ниндзя. Потому что, ну, надо, ребята, уже все-таки зарабатывать осколки. А не фигней страдать. Вот. И по-быстренькам сейчас пробежимся здесь. И все будет у нас хорошо. Так что в ближайшее время в Бравл Старс, возможно, ребята, будет даже стримчанский. Может быть, даже поиграем с вами в команде. Было бы неплохо. Не знаю, хотел предложить Илюхе или Нуизу поиграть вместе. Но вряд ли он согласится. Он уже отошел от... Он уже отошел от мобильного гейминга, как я вам уже говорил. И вряд ли он туда вернется. Ну, что ж поделаешь. Ну, будем играть тогда сами. А так было бы неплохо с Илюхой. Ему тоже, наверное, очень тяжело было бы играть. Потому что он уже, мало того, что давно не играл. Помимо этого, ему надо будет устанавливать, наверное, эмулятор. Ну, не знаю, в общем. Если кто посмотрит, можете спросить у него, как он на это смотрит. Сыграет со мной в Бравл Старс. Если согласится, будет хорошо. Ну, не согласится. Ну, что ж поделаешь. Что-нибудь да придумаем. Вот. Так что давайте. И напишите в комментариях, кто из вас играет в Clash Royale. Мало того, что в Clash Royale. Блин, у меня там еще и клан. Но он клан уже опустил. У меня же клан там Legion тоже был. У меня везде, во всех играх, клан Legion называется. Что в ХКР, что в этом. Пустой напрочь. Просто пустой. Я там один. Причем там было написано, я стал главой клана. То есть, когда-то меня, видимо, кто-то подсидел. Ну, из-за того, что ты там давно не играешь. Лидерство клана передается другому человеку, да? Да, даже он ушел. И, как говорится, клан остался абсолютно пустой. Это справедливо, ребята, что там никого нету. Потому что, ну, сами знаете, меня не было в игре, ну, наверное, года три. Это, по-моему, минимум. Может быть, даже больше. Точно не могу сказать. Ну, долго. Так, у нас, знаешь что? У нас тут... А, ну, в принципе... Мне еще нужны будут, ребята, мут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мутаген эти. А мутаген нужен нам для того, чтобы нам, Рафаэля, все-таки уже прокачать до сотки. Уже хватит ему болтаться здесь. Без, как говорится, присмотра. Продвигаемся, конечно, медленно, но... Вы уже знаете, почему все это происходит. Я уже не буду повторяться. Вот. 43-й... 43-й, ребята, против 47-й... Ой, 57-й. Кажется, уровень, да, на 12 лвов выше. А ведь гаденыши все равно, ребята, меня разбирают. Понимаешь? Плюс вот усиление от майки они получают. И сейчас начнется распетрушивание. Вон, видно, даже по ХП, ребят. Пускай немножко. Ну, зачем... Вот зачем? Ну, зачем Рокстаде взял провокацию? Вот скажите мне, пожалуйста. Он же 57-й уровень, и если сейчас на него все будут делать атаки, а они будут на него делать, они же могут его разбомбить. Хотя, друзья, если он вешает на себя провокацию, мне кажется, идет какая-то пассивка. Так, идет пассивка на усиление именно характеристик, именно в защите. Не просто же так он со своим ХП берет провокацию, со своими прежними ХП. Должно быть какое-то усиление, 100%. Должно быть усиление, и за счет него он выдерживает натиск противника. Так, и мы переходим уже в Самурай 3 звезды. Было бы неплохо добраться сегодня до Ливи Сегунов. Очень было бы неплохо. Даже пускай одна звезда, фиксим. Пускай даже одна звезда, сегодня что у нас? Сегодня четверг. Ну, естественно, видосик выйдет, наверное, в пятницу, потому что я не успею, ребята, его выложить. Так как сейчас, повторяю, через 20 минут мне надо пиликать на работу. Но попытаться взять высшую лигу нам надо будет в любом случае. У меня, получается, четверг, пятница я работаю, суббота, воскресенье, понедельник я отдыхаю. В понедельник мы, естественно, не берем расчет, потому что в понедельник уже будет у нас буст, а вот суббота, воскресенье, да. И то, воскресенье, ребят, не знаю, в воскресенье вроде бы как собирался в бассейн сходить. Не знаю, если планы какие-то поменяются, то не пойду. Такс, ну что ж, давай, давай, наверное, одним нахрапом я сейчас их щелкну, ребят. Время просто поджимает, надо как-то уже автобой автобоем, а выносить врагов надо быстренько, чтобы там еще ежедневки надо выполнить. Так что я не буду здесь долго засиживаться, расусоривать, как говорится. Дракон-всадники Олуха, насколько я помню, еще событие не началось, там было, по-моему, двое суток нам надо было ждать. Прошли сколько у нас? Максимум сутки. Вот, и еще сутки надо будет ждать. По Марвел Страйк Форс, ребята, будет у нас в ближайшее время серия, будем открывать двух новых персонажей. Прошел я темное измерение, за что мне, естественно, дадут эпического персонажа. Вот, посмотрите, кто это будет. Что там еще у нас? По комментарию, по поводу, будет ли стрим по Страйк, ой, по Страйк, по Марвел Снеп, ребята, будет. Еще тут сегодня и купил игру Славяне, или как он там? Ну, Метроидване, я знаю, наверное, все этот жанр. Не знаю, когда у меня опять до него руки доберутся. Потому что я еще параллельно прохожу до сих пор Баннишерс, и концовкой там, ребята, не пахнет. Я, как говорится, начал эти проходить миссии все. Ну, захотелось мне пройти все вот эти вот этапы. Там можно, конечно, пойти как-то по сокращенному пути? Наверное, можно. Но меня постоянно возвращают к прошлым миссиям. Они, кажется, бесконечными. Просто бесконечными. Бегаю туда-сюда. Очень много беготней, конечно. Очень много беготней. Очень много разговоров, диалогов. Иногда уже устаешь даже озвучивать то, что там говорят. Но игра интересная. Не могу с этим, ребят, ничего поспорить. Мне, вот, не знаю, у нее как-то не особо хороший такой рейтинг в плане просмотров. Но в плане вот как сюжетки мне понравилось лично. Не знаю, как остальным. Так что, как всегда, ребята, планов очень много. Хочу в отпуск, ребята. У меня отпуск 1 мая. Я хочу уже в отпуск. Хочу отдохнуть, хочу посидеть, постримить от души за бутылочкой холодного пенного, да? Вот. Возможно, с Илюхой, если Илья не уедет никуда в отпуск, может быть, с ним немножечко посидим. А может быть, втроем постримим. Есть такие игры, конечно, есть, втроем стримить. Там он с Алексеем сейчас стримит игры. Вот. Может быть, какой-нибудь тандем сделать там, я не знаю. Тройничок, блин. Вот. И глянуть, что из этого получится. Посмотрим. Потому что я, как всегда, наговорю сейчас в три короба, а потом у меня... Такой человек, знаешь, у меня очень быстро меняются приоритеты и планы. Вроде бы пока все хорошо. Как бы это... Все идет четко. Думаешь, блин, вот надо это все сделать. А потом в одной части что-то все меняется, все идет наперекосяк. И твои приоритеты и твои планы сразу рушатся в одну секунду. В отпуск я не поеду, судя по всему. Потому что, ребята, очень много... Очень много платежей нужно делать по кредиту. Там вообще отпускные. Ну, просто представляешь, отпускные. Плюс платежи, коммуналка, то себе, это десятая. И плюс еще алименты. Так что, ну, как бы особо сильно не разгуляешься. Особо сильно не разгуляешься. Если я сижу в отпуск, я останусь... Я приеду уже без гроша в кармане, а мне еще жить потом месяц до зарплаты. Как-то вот так вот. Поэтому, скорее всего, проторчу опять этот год. Это уже у меня будет какой? Третий или четвертый год, когда я не выезжаю в отпуск. Ну, ничего. Ничего. Выйду на пенсию. Выйду на пенсию. Надеюсь. Ну, как выйду на пенсию? Я имею в виду... Я выйду на пенсию, но буду работать. Может быть, там как-то полегче. Видишь, у меня кредит душит, ребят? За квартиру кредит очень. 17 штук в месяц отдавать за него. Ну, такое себе удовольствие, на самом деле. Плюс еще за то, что ты снимаешь квартиру, тоже за это платить надо. Как бы... Одни траты, одни траты. Но ничего. Ничего. Будет, наверное, на нашей улице когда-нибудь праздник. Так, ну что. Остается тут, ребята, небольшие у нас отрядики. То есть, у нас остается, наверное, еще один поединок. Ну, это максимум, что я там увидел. Судя по нашему... По нашим героям оставшимся. Вот. Потом пройдем ежедневки. И, в принципе, все. Я почаплю на работу. Надеюсь, будет легкая смена. Хотелось бы мне. Потому что я встал сегодня что-то рано как-то. Очень рано. Проснулся где-то в 9 часов. Работать... Работать мне, извини меня, до завтрашних 9 часов утра. Ну, точнее, до 8. Но домой я прихожу в 10-м часу. Как бы такое себе удовольствие. Потом опять же поспать надо. И опять на работу. Унитае тут, конечно, все. Плюс еще на выходных на тренировку надо сходить. Желательно на 2 тренировки. Все это как-то вот уместить. Вот это вот... Распределить время. Плюс готовка. Ну, поесть, естественно, что-нибудь надо. Не знаю. Так, ну что, давай слэш отыграем тогда и... Слэш. Интересно справиться с слэш 1 здесь со всеми. Я знаю только одно, что вертушка его здесь не проканает. То есть он, наверное, всех не ушатает, да? Ну, здравствуйте. Слэш, наверное, обиделся. Обиделся бы, услышав мои слова. Ладно. Ну, как ты понимаешь, мы до Сегунов 2-х звезд не добрались. Но одна звезда это тоже, ребята, неплохо. Если мы с тобой каждый день будем бомбить, то Лигу Сегунов уже на следующий день можно взять 3 звезды. А там уже и Лига Мастеров. А в Лиге Мастеров уже можно... Тем более деньги есть. Можно будет, как говорится, поднапречься. И все сделать очень быстро. Дело только, как говорится, в купленных откатах. И все. Вот. Давай сразу бомбанем. Чего тут? Тут одна всего лишь волна. Так что если мы сейчас приголубим их... Ага. Не вышло. Блин, надо было ракетами бомбануть. Бээээ. Что-то, Рэй. У всех массовые атаки я ни Армагонам, ни Крэнгам не применил массовую атаку. Кроме как Маузер. Вот. Такс. Здесь все получается, да? Такс. Теперь пойдем. Сколько у нас мутагена? О, 25 тысяч. Этого мало. Ребят, этого мало. Для того, чтобы... Для того, чтобы прокачать Рафаэля. Так. Нам нужно 5 видеомагнитофонов этих. Один. Так. Второй. Третий. Третий. Четвертый. И... И пятый нужен. Пятый. 5 магнитофонов. И последний. Эээ, 12 кружек. Так. Это 12 кружек. Но, скорее всего, мы не успеем, конечно, их набрать. Они хоть и выпадают часто, но 12 штук надо. Так. Я даже уже, ребят, сбился со счету, сколько мы уже получили. Слушай, надо глянуть, сколько мы уже получили кружек-то. 9. Это еще 3 надо. Так. Одна. Блин. У меня пицца кончилась быстрее, чем я насобирал эти кружки. Ну и поднять уровень персонажа. Нам придется кому-то из лобочков, опять же, друзья. Потому что... Там 30 тысяч нужен мутаген. Ну, давай. Сейчас, подождите, куда? Есть там у нас 59-й где-нибудь? 58-й. У нас нет. У нас вот есть 58-й. Давай мутагеноида, потому что я думаю, что, наверное, в следующем у нас будет прокачиваться именно он в платину ранг. Хотя, ребят, как вы скажете. У нас, получается, все, да? Эти у нас задания только лишь в пятницу будут доступны. Я имею в виду испытания только в пятницу. Поэтому, да, вот такая короткая серия. Но, тем не менее, я должен был, ребята, ее отыграть. Все, ребятулечки. На сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»!